В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Это уже не шутки. Рязанцы выступили за отмену маршруток в городе. В Рязани подорожает проезд. Тариф в общественном транспорте хотят поднять до 23 рублей. Рязанские чиновники внезапно нашли таинственный исчезнувший орден Ленина. Почему его присуждение в 1958 называют аферой века, а заслуги области обернулись трагедией и экономической катастрофой? В Рязани тариф на проезд в общественном транспорте хотят поднять до 23 рублей. По словам чиновников, стоимость топлива, смазочных материалов, запасных частей, тарифов по ОСАГО ежегодно растет. А это сокращает прибыль организаций, занимающихся пассажирскими перевозками. Как следствие, снижается заработная плата наемных сотрудников. Экономическое обоснование у нас есть. Мы говорим не просто так, не голословно, мы аргументированно говорим. При этом оговариваемся, говорим о том, что по большому счету, если говорить о чистой экономике, то тариф необходимо повышать его гораздо больше. Проверила работу коммерческих и муниципальных перевозчиков Рязани межведомственная комиссия. В частности, по вопросам обеспечения безопасности и надлежащего качества пассажирских перевозок на маршрутах областного центра. В состав межведомственной комиссии вошли представители управления Государственного автодорожного надзора, ГИБДД и Управление транспорта городской администрации. В ходе плановой проверки они выявили основные нарушения при перевозке пассажиров. Происходит пресечение и профилактика нарушений правил дорожного движения водителями, а также должностными лицами и юридическими лицами, отвечающие за организацию данных перевозок. Сотрудники госавтоинспекции полностью проверяют транспортные средства, начиная от документов водителя до аптечки и огнетушителя. Кроме того, смотрят и на технические характеристики транспортного средства. В транспортных предприятиях не хватает собственных средств на обновление подвижного состава. Один из путей выхода – это, наверное, плановая индексация цен на проезд. В среднем по Центральному федеральному округу у нас цены на проезд в городском пассажирском транспорте составляют 22-24 рубля. Данные меры позволяют поднять рентабельность перевозок, позволяют обновить подвижной состав. Дополнительные средства будут выделяться также из бюджета. В ходе проверки ее участники посетили несколько конечных остановок в удаленных районах города, где пообщались с горожанами. На вопрос о готовности к увеличению стоимости проезда большинство пассажиров заявили о том, что не возражают против введения этого изменения в случае, если вырученные средства будут направлены на улучшение качества предоставления транспортных услуг, в том числе обновления автопарка. Все большее недовольство вызывают у горожан маршрутки. В Рязани этот вид общественного транспорта становится опасным. В сводках – авария за аварией, наезды на пешеходов и пострадавшие пассажиры. Самый востребованный и доступный вид транспорта сегодня становится одним из самых опасных. Водители нарушают правила дорожного движения. И речь идет не просто о комфорте. В салоне все чаще можно получить травму. Самый шокирующий случай из последних. В октябре на улице Циолковского маршрутка врезалась в иномарку. От удара машина завалилась на бок и придавила еще один автомобиль. В аварии пострадали 18 человек, в том числе трое детей. 14 из них – пассажиры маршрутки. Рискованный маневр водитель маршрутки совершал на желтый сигнал светофора. Вот ходил маневр как бы завершить. Они стояли. Некто тронулся и пошел самым. Чуть влево. Уже спустя несколько дней на улице Ленина маршрутка врезалась в автобус с детьми, который остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. Никто из водителей и пассажиров не пострадал. 30 октября в поселке Южный 29-летний водитель маршрутки сбил женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии женщина получила перелом плеча и была госпитализирована. Вот на улице Грибоедова, дождавшись зеленого сигнала, маршрутное такси выполняет обгон по встречке и едет прямо. При этом с этой полосы, по правилам, можно поворачивать только налево. По примеру, такой же маневр выполняет еще одна маршрутка. Вот водитель проезжает на красный, объезжая на регулируемом переходе пешеходов, которые вышли на зеленый сигнал. Все равно наступивших на зебру людей и этому водителю он даже не сбавляет скорости. Нередкость для маршруток в Рязани – поворот налево с правого ряда, даже если в соседней полосе едет автомобиль ДПС. Впрочем, нарушение водителю сходит с рук. А этот водитель маршрутки высаживает пассажиров с детьми на светофоре, прямо на проезжей части, под колеса других автомобилей. Подобных видео в сети можно найти сотни. Современные городские маршрутки наводят страх на пассажиров и пешеходов и вызывают раздражение у автомобилистов. Маршрутчики, конечно, ездят очень неаккуратно. Подрезают, обгоняют. Постоянно битком этот маршрут, так сказать. И понятно, что нарушается техника безопасности, так как сидячие места должны быть только заняты по правилам эксплуатации маршрутного такси. Мне кажется, сейчас нарушает. И это уже не шутки. В интернете даже появилось голосование за отмену в городе этого вида транспорта. Из трех тысяч голосовавших более половины интернет-пользователей за вывод из Рязани маршрутного транспорта. Наш рязанский общественный транспорт, мы наблюдаем за этим, он с каждым годом становится все хуже и хуже. И на замену вот этого состава машин, троллейбусов, автобусов, которые ездили в нормальном понимании общественного развития общественного транспорта, на их место приходят маршрутные такси. Это своего рода заплатка, временная заплатка для решения вот этой проблемы. Большинство городских маршруток не соответствуют требованиям безопасности. Комфорт у пассажиров зачастую становится причиной пробок. Не секрет, что именно старые газели – причина ухудшения экологической ситуации в городе. А то, что водители маршруток являются самыми закоренелыми автохамами на дорогах города, известно абсолютно всем рязанцам. Давайте, 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 давайте. Больше, больше. У вас это да. Больше, больше. Стоит добавить, что ни в одном цивилизованном городе мира маршруток либо нет, либо как минимум они не являются основным видом городского транспорта. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани от маршруток либо уже отказались, либо почти это сделали. По такому же примеру пошли и соседи Рязани. Во Владимире и Липецке отлично обходятся без маршруток. Исключение маршруток из рядов городского транспорта – это пока лишь тема для дискуссии. Но то, что Рязань готова к транспортной реформе, сомнений не остается. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В редакцию телекомпании обратились рязанцы, которые пожаловались на деятельность предприятия по убою скота. Выезд на территорию скотобойни в Рыбновском районе показал, что предприятие грубо нарушает не только санитарные нормы, но и размещает отходы за своей территорией. Особую тревогу вызывает тот факт, что отходы скотобойни могли попасть в водоохранную зону. Я проживаю недалеко от Рыбнов. У нас тут есть скотобойни. Я был свидетелем неоднократным. Соседи мои видели, что непонятные какие-то сливы отбросов с этой скотобойни идут. По нашему мнению местных жителей, это что-то нехорошее. Видать, какие-то отбросы. Может, несанкционированные сбросы. Естественно, мы этого не знаем. Туманным утром 9 ноября съемочная группа телекомпании «Город» совершила выезд с проверкой на предприятие, которое, по мнению жителей Рязанской области, нарушило экологический порядок в регионе. Рога и копыта, а также куча различного мусора. Все это находится на территории, прилегающей к одному из предприятий нашего региона. В первую очередь была обнаружена свалка отходов. Ее эпицентр находится прямо около одного из входов, который ведет на территорию мясокомбината. Дальше мусор распространяется во все стороны от предприятия. Он лежит на земле, а также во враге, который находится за скотобойней. Кроме того, по мнению рязанца, обратившегося в нашу телекомпанию, именно здесь происходит сброс вод неопределенного содержания в пересохший водоем. Во время этих съемок для разговора со съемочной группой с территории предприятия вышел охранник. Нет, 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 это не сливают уже даже божьи года. А где сливали? Вот здесь вот, да? Ну, тут где, я не знаю, где тут сливали. Вы определились, где сливали? Вот здесь, по-моему. Вроде трава растет, ничего не сливали здесь. Вон там я лужу нашла. Не знаю, где-то, я даже не знаю. Разговор с представителем охраны проходил на куче мусора. Охранник подтвердил, что сброс вод без использования очистных сооружений из предприятия происходил. Да здесь вот где-то около забора, если бы там сливали. А тут я знаю, что он не работает уже, я не знаю, второй год. Нам удалось найти то место, откуда действительно недавно вытекала жидкость неизвестного содержания. Конова очевидна, она довольно глубокая, идет от стен предприятия к засохшей реке. И именно напротив этого места, в некогда живом водоеме, теперь можно наблюдать воду. С правой и с левой стороны от этого места на засохшей реке виднеется только трава. В разговоре с охранником нам удалось выяснить, что еще полгода назад предприятие функционировало. Однако здесь мало что говорит о передовых технологиях. Мясо словно производили в спартанских условиях. Одно из сооружений, напоминающее стойло для скота, имеет дырку в стене, прикрытую профлистом снаружи предприятия. Подняв эту несложную конструкцию, можно заметить, что через спрятанное отверстие также вытекала какая-то жидкость. Подобные ручьи окружают мясокомбинат с задней стороны предприятия в нескольких местах. В сочетании с полусожженным мусором, который находится здесь же, можно понять, что год экологии отразился лишь единственным образом на этой скотобойне. Дело в том, что предприятие временно не работает. Вот начнем работать, уберем все. Ну, конечно, это все. Не очень, конечно. Конечно, все уберется. Несмотря на то, что сейчас предприятие не работает, за экологический коллапс, скорее всего, придется отвечать виновным в организации свалки источных канав. Исправится ли ситуация в будущем? И о том, какой ущерб уже нанесен окружающей среде, об этом мы скоро узнаем. Редакция телекомпании «Город» отправила обращение с просьбой разобраться в проблеме в управление Россельхознадзора, а также в Министерство природопользования Рязанской области. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Скандальная история, связанная с орденом Ленина, пропавшим из правительства области, завершилась. Поиски награды начали, когда ее не нашли к празднованию 80-летия области. Рязанские чиновники внезапно нашли таинственно исчезнувший орден Ленина в другую памятную дату – в день столетия Октябрьской революции. Сначала его чуть не продали на интернет-аукционе, а теперь неизвестный все же решил его вернуть в правительство Рязанской области. Высшая государственная награда Советского Союза теперь заняла свое место на стеллаже ценных подарков области в коридоре правительства. Но до конца история ордена Ленина так и осталась непонятной. Кто его выставлял на продажу? Как и при каких обстоятельствах награда исчезла из области? Почему хранилась в частных руках и почему ее вернули инкогнито? На эти вопросы ответа по-прежнему нет. На прошлой неделе орден Ленина вернул в правительство Рязанской области человек, который изъявил желание остаться неизвестным. В правительстве выразили надежду, что вернувший награду человек все же раскроет себя. И в этом случае он даже может претендовать на звание почетного гражданина области. Правда, не исключено, что ему же и придется ответить на все интересующие вопросы. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Орден Ленина – это высшая награда Советского Союза, занимавшая в иерархии верхнюю ступень. Им награждали за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, трудовой деятельности, защите Отечества и иные особо выдающиеся дела перед советским государством и обществом. Рязанской области орден Ленина вручили в 1958 году. Но за какие заслуги, сегодня знают немногие. Высшую награду область получила за производственную аферу в сельском хозяйстве. Ее еще называют «Рязанским экспериментом» или «Рязанским чудом». Афера стала следствием, провозглашенной Хрущевым экономической гонки Соединенными Штатами. Был очень модное название для мальчика имя «ДИП», «Догнать и перегнать», «ДИП», «ДИП» аббревиатура. Вот «Догнать и перегнать Америку» было главной целью Хрущева Никита Сергеевича. По сути, он убил Ларионова, заставил его выполнить три плана, которых в принципе нельзя было сделать ни одной области, даже южным областям, Краснодарскому краю нынешнему, даже не под силом было, не то что нашей, а Рязанской. Стремясь перевыполнить план поставок мяса, партийное руководство Рязанской области, подстегиваемое центральными властями, поставило сельское хозяйство региона, одного из лидеров в производстве животноводческой продукции, на грань катастрофы. Все пригороды, все села опустили тут же, даже вплоть до кроликов разводили. Прямо напротив нашей ВДНХ, у ворот, в котором мы стоим, находится сад юнатов. Даже там разводили кроликов сотнями, то есть по школам раздали такую разнарядку. Кролики, овцы, скупали в Туле, в Тамбове, я знаю, до Липецка доходили. Мало того, в Казахстан ездили, целыми эшелонами привозили мясо. Потом запускали молодняк в стойло и продавали его как мясо. Руководителя региона Алексея Николаевича Ларионова представили к присвоению звания Героя соцтруда, а области вручили Орден Ленина. Но уже через год после массового забоя поголовье скота уменьшилось на 65%. Колхозники, у которых под расписку временно изъяли скот, отказывались обрабатывать колхозные земли, что привело к падению производства зерна на 50%. Рязанская область была разорена. В 60-м году Ларионова золотой звезды лишили. Он полностью осознавал свою ответственность за положение дел и покончил жизнь самоубийством. Он жертва, жертва этой ситуации. Он не виновник ни в коем случае. Это солдат, который выполнил приказ. Замечательный человек. На могиле у него даже написано «Честному труженику». Поэтому, если у него отобрали звезду Героя и Орден Ленина, автоматически это должно произойти и со знаменем Рязанской области, потому что эта награда незаслуженная. Она всегда будет таким коготком царапать сердце каждого рязанца. Понимаете, таким черный ворон наш. Это не Орден Ленина. Это черный ворон, который всегда будет напоминать об этом жутком, темном, злополучном периоде в истории нашего города, нашего края. Память Алексея Ларионова увековечили в современной Рязани. На фасаде дома номер 53 по улице Свободы, где жил первый секретарь обкома, в честь него висит мемориальная доска. Орден Ленина за заслуги области, которые обернулись трагедией и экономической катастрофой, по-прежнему принадлежит Рязанской области. В столетии Октябрьской революции отметили и рязанские коммунисты. Колонна под красными знаменами прошла по центру города, вышла к площади Ленина, где состоялся митинг. Великая Октябрьская социалистическая революция стала переломным событием в истории нашей страны. О столетии переворота говорят и вспоминают на протяжении всего юбилейного года. Ну а накануне исторической даты, 6 ноября, региональное отделение КПРФ провело в Рязани традиционную демонстрацию, посвященную годовщине Октябрьской революции. Демонстрация началась в полдень на площади Победы. Движение по Первомайскому проспекту в это время было перекрыто, так что колонны под красными флагами двинулись по главной улице города в сторону площади Ленина. К памятнику вождя, члены партии и другие участники демонстрации возложили цветы, после чего первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ Владимир Федоткин поздравил всех собравшихся с юбилеем Великой Октябрьской революции. Она несла людям счастье, она несла людям свободу, она несла людям работу, она несла достойную жизнь, все то, что сегодня так не хватает. Но чтобы это вернуть, нужна ваша активная позиция. Участвуйте почаще в наших митингах, в наших пикетах, потому что власть уважает только сильных. Посмотрите, как на Западе. Миллионы на улице, и проблемы все решаются. Не проспите свою судьбу. Я хотел бы поблагодарить сегодня всех, кто в этот день вышел с нами на демонстрацию. Так, сообща, вместе мы и победим. Во время традиционного митинга рязанские коммунисты отметили те блага, которые подарила обществу революция 1917 года. В их числе были названы бесплатное образование, здравоохранение, право на труд и отдых, а также обеспечение достойной старости пожилым людям. И только наша Октябрьская революция уничтожила эксплуатацию в любой ее форме. И главное, уничтожила основную причину – это частная собственность. В этом и состоит ее всемирное значение. Победа Октябрьской революции ярко показала, на что способен свободный от угнетения трудовой народ. Каких исторических вершин, каких достижений может достичь человек, когда государство реально делает все для раскрытия его потенциала. Также члены Коммунистической партии отметили, что достижения Октября в капиталистические времена были утрачены. Однако вернуть их вполне реально. Великая Октябрьская социалистическая революция обеспечила людей бесплатным образованием и здравоохранением, дало право на труд и отдых, обеспечила достойную старость пожилым людям. К сожалению, сейчас в капиталистическое время достижения Октября были утрачены. Всего в демонстрации приняло участие более 500 человек. Отличившихся партийцев и активистов отметили памятными медалями «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции», а также орденом ЦК КПРФ за заслуги перед партией. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Бродячих собак в Рязани становится меньше. В городе работает Центр для бездомных животных. В нем содержится более 200 собак. Здесь их прививают, стерилизуют и стараются найти хозяина. О том, как развивается ситуация, связанная с безнадзорными животными, в нашем городе расскажет Анна Герцовская. Питбулли, ротвеллеры, доберманы, алабаи, карликовые собаки и различные метисы – это преданные друзья, любящие людей. У каждой собаки, которая находится на передержке в городской службе по контролю за безнадзорными животными – своя история. Когда-то они все бегали по улицам города. Однако неравнодушные жители Рязани и области в свое время подали заявки на вылов этих животных. В офис поступает заявка. Мы составляем маршрутные карты. На следующий день и последующие дни уточняем время, когда бывают животные. Смогут ли люди показать, потому что собаки не коробки, они на месте не лежат, они перемещаются. Дальше ловцы выезжают, уже в бригаде два человека. У них есть ловчие сети, у них есть петли, есть ветеринарные препараты, такие седативные. Есть наркоз. То есть и в зависимости по ситуации ребята уже работают. То есть они приезжают, если собака не идет к рукам, они уже наркозом пробуют ее ловить. В Рязани есть две передержки. Сначала животные проходят карантин, их лечат, а затем они уже попадают на эту вторую передержку, где дожидаются своих хозяев. Хотелось бы сказать, что здесь собак не усыпляют. Даже тех, которые серьезно больны, стараются вылечить, поставить даже на инвалидную коляску. Например, у этой овчарки сломан позвоночник. Ходить она не может, но уже полгода здесь она живет, питается, общается с другими собаками. И у нее даже есть инвалидная коляска, на которой она может гулять. Все собаки, которые находятся здесь, проходят процедуру стерилизации. Городская служба по контролю за безнадзорными животными сотрудничает с несколькими ветклиниками Рязани, где в определенные дни недели бесплатно проводятся процедуры, выловленные бездомным животным. Насчет кастрации, как она благоприятна для дальнейшей жизни или нет. Я считаю, что, конечно же, да. Потому что, во-первых, это исключает стресс у животного. В первую очередь, это половое стресс. А во-вторых, уже нет конфликтов с другими своими сородичами по поводу противоположного пола. Поэтому я думаю, что кастрация только благоприятно способствует. Ну, а во-вторых, это на путь уменьшения количества безнадзорных животных. То есть, чтобы не плодились они. После стерилизации и необходимого лечения для каждой собаки открыто несколько возможностей. Дальше, если объявляется человек-опекун, то есть человек, который кормил этих собак, ухаживал за ними, и если нет жалоб на то, что собака была агрессивна, охраняла свою территорию, собака может быть выпущена под договор опеки. Ей устанавливается желтая клипса, чип, она прививается от бешенства и выпускается обратно в среду обедания под ответственность человека уже. Агрессивных собак, которые хотят наброситься на человека, со временем могут усыпить. За остальными ухаживают днем и ночью, помогают юному потомству. Здесь есть совершенно замечательные щенки и настоящие сторожевые псы. В этой передержке можно найти себе не только настоящего друга, но и оказать поддержку этому предприятию. В данный момент сейчас в школах проходит акция по сбору необходимых медикаментов и лекарственных препаратов для всех этих собак. И каждый может помочь этим животным. В двух передержках содержится более 420 собак. Население Рязани составляет полмиллиона человек. Если некоторые из этих людей отреагируют и захотят завести себе верного друга, на улицах города, может быть, в скором времени вовсе не появятся бродячие собаки. Стоит сказать, что не за горами уже 2018 год. Год собаки. Вероятно, не спроста в мире так сильно почитают это животное. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В октябре в Москве состоялось знаковое событие для любителей швейцарских часов. Подвели итоги пятого всероссийского конкурса названия «Лучший часовой магазин этого года». По версии самых авторитетных часовых изданий, убедительную победу в номинации «Лучший ассортимент» одержал коломенский салон швейцарских часов «Тайм Холл». В своей номинации он стал лучшим часовым салоном России. «Лучший ассортимент» в салоне «Тайм Холл». И этот факт признан авторитетным жюри всероссийского конкурса. На протяжении всего 2017 года конкурсная комиссия проводила осмотр ведущих часовых салонов России. И в итоге коломенский салон стал лучшим в стране по своему ассортименту. Именно «Тайм Холл», являясь авторизованным дилером по всемирно известным брендам, таким как «Такхойр», «Ланжин», «Радо», «Морис Лакруа», «Фредерик Констант», «Раймонд Вейл», «Карбушерер», «Зенит», а также «Тесо», «Сертина» и другие, имеет самые крупные коллекции, опережающие не только города-миллионники, но и столицу. Залогом успеха стала ежедневная и кропотливая работа. Важно было не только грамотно нарастить коллекции и тем самым расширить ассортимент, необходимо было при этом соблюдать строжайший мерчендайзинг. Часовые салоны, работающие с мировыми швейцарскими брендами, обязаны соблюдать общепринятые правила, установленные производителями. Каждый бренд предъявляет самые жесткие требования к оформлению своих коллекций, и «Таймхолл» смог подтвердить соответствие этому высокому уровню. Тут, видимо, делая свое дело, мы и привлекли интерес конкурсного жюри, который уже со своей стороны оценил созданные нами перемены в салоне, присудив название «Лучший салон России в номинации ассортимент». Но об этом мы узнали только на церемонии награждения, где интрига сохранялась до последнего момента. Для нас всех это стало полной неожиданностью. Нас приглашают на ежегодную часовую выставку, в рамках которой всегда проходит подведение итогов конкурса «Лучший часовой магазин» и награждение победителя. И когда в зале с полной аудитории прозвучала «Таймхолл» колонна, мы даже растерялись, потеряли дар речи, прежде чем подняться на сцену. Ну а далее наш триумф, награждения, поздравления, овации и, конечно же, много шампанского. После мы уже увидели в журнале «Часовой бизнес» – это федеральное издание – публикацию о нашем салоне и были безумно счастливы, что и здесь наши заслуги тоже отметили. И хотелось бы поблагодарить журнал «Часовой бизнес» «Мои часы» и Вячеслава Медведева за участие, а жюри поблагодарить за победу. Руководство салоном «Таймхолл» таким образом продумало концепцию по созданию широкого ассортимента, чтобы жители Коломны и других городов, таких как Воскресенский, Горевск, Луховица, Озеры, Кашира, Ступино, Зарайск, Бронницы, Раменская, Рязань всегда смогли подобрать для себя самый подходящий вариант и при этом теперь не обязательно ехать в столицу, так как самый лучший выбор по самым известным и ведущим швейцарским брендам, по признанию авторитетных часовых изданий, создан в салоне «Таймхолл» в торгово-развлекательном центре Рио в городе Коломна. На этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем вам отличных выходных! Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова